Сей видос назову я деревенские сборы. Всем здравствуйте. В общем, никогда не записывала, но, насколько мне известно, есть такие видео, типа, собираемся со мной в поездку или ещё куда-то. А я тут собираю сундучок, дабы сплавить его в деревню, приятное с полезным сомнитель, да, и оставить его там, чтобы у меня там было всё моё необходимое, как я делаю уже несколько лет, так сказать, подряд. Ну, правда, не всё такое конкретное бывает, но вот. В общем, вот косметичка от Ифрыши. Замечательная вместительная косметичка с крышечкой и ручечкой, змеечкой. И вот что у нас тут. Ну, там ещё ватные диски будут, я их ещё не положила. В общем, я даже себе на бумажке тут написала, просто чтобы не забыть, ибо некоторые у меня без этикеточек. У меня тут огромный, полноценный новый тюбик. Ну, как, не то чтобы новый я его год назад покупала, но он не вскрытый. 100 мл тут, по-моему, нет, 130 мл, 170 грамм. Зафольгированный тюбик моей любимой зубной пасты, которая у меня стабильно во взорах в пустых баночках бывает. Двойная мята, дубльминт. Ну, как вы знаете, я считаю, что нефиг переплачивать за бренд, если оно, в принципе, зубная паста. У меня зубы практически, практически все молочные, где-то на три четверти не все молочные. Поэтому как-то я особой разницы в зубных пастах не вижу. В общем, такая зубная паста, мне ее обычно хватает на три месяца. Ну, я там вряд ли буду все полноценно три месяца, но все же. У меня еще есть сейчас, наверное, будут, точнее не сейчас, а вот те, кто будут люди просматривать, досмотрят до этого момента. Возможно, у кого-то будут слишком нежные попочки. Пожалуйста, отойдите от экрана, иначе у вас будет боль, возможно. У меня есть такая щеточка. Складная советская щеточка. Использовала я ее раньше в поездочках своих, если там куда-нибудь на день-два сваливаю. А так я ее стабильно беру в деревню. Щеточка, это исключительно деревенская. Вообще-то, моей еще, по-моему, бабусе щеточка такая походная, там сколько-то копеек она стоит. Ее, конечно, надо, наверное, отмыть, но она уже местами не всегда отмывается. Хорошая щеточка, вот горяченьким кипяточком, холодненьким кипяточком. Только что свежескипяченым кипяточком. Зафигачиваете ее свежескипяченой водичкой. Ошпариваете, и можно чистить, да. Ну, вообще, я ее давно уже ошпарила, это уже моя щеточка. Она по наследству пришла, она мне очень нравится. Хотя моя родня вот всячески пытается ее выкинуть уже. Я подозреваю, что кто-нибудь в каментах разделит мысли родни. У меня тут новая совершенно губочка. Из какого-то набора я покупала этот набор исключительно из-за маленькой расчесочки. Но она вот такая, кстати, не забыть бы расчесочку. В общем, вот губочка. У меня тут мыло от Лельки из Тюмени. Я его беру с собой. Я вообще вот подобным кусочком мыла, только роза, с розовым, с розой точнее, с экстрактом розы, я им сейчас тупо чисто моюсь в ванной в плане, вместо геля для душа. Слушайте, такую шикарную пену дают. Правда, два раза губку приходится намыливать. Ну, уже под конец тушки доходишь, там осталась где-то одна такая нога, правая или левая. Ее надо помылить, а мыла уже нету на губке, ну, смысл пены. И вот приходится намыливать. Но очень хорошее. Вот она, я его тогда еще вскрывала. А тут у нас тоже приятно пахнет. Это у нас сочное алоэ. Я думаю взять его в деревню, потому что, ну как, должно же быть там мыло. Вот беру себе, короче, мыло. Руки помыть. Может, также вместо геля для душа буду использовать. Но пока вот чисто думаю его как вариант руки помыть. Мыло для рук. Ручное мыло. У меня тут в баночке от Фаберлика с какой-то доисторической поменяшки. Уже второй раз. Волосина попала. Самопальный бальзам. А может быть, первый раз фиг знает. Короче, это самопальный бальзам у мини-лёли для губ. На основе воска. Так. Вот у меня тут. Ой. Так кто-то на улице наорал, что я даже испугалась. Наверное, было заметно, как я вздрогнула. Там кот вылазит слегка в кадр. У меня тут гранат и кто-то там гель для душа и фрашей. Для душа и ванны гранаты пряные ягоды. Я понюхала, он так конкретно гранатом пахнет. Там ещё другие были, есть лимитки. Вот эти и фрашевские. А может, и не совсем лимитки. Но я что-то подумала, но они так мне нравятся. А тут гранаты. С другой стороны, я тоже люблю гранаты. И, в общем, в итоге я решила, что пусть в деревне будет этот гранатовый душик. Точнее, гелик. Гелик для душика. Так. Вот здесь у меня самопальный лосьон имени меня. На самом деле, это тоник. Сейчас даже зачитаю. Отвар ягод малины и красной смородины. 200 мл и 50 мл лосьона василькового. Тоник для лица. Ну, в общем, я отсюда перелила сюда. Это одна из этих пустых баночек, точнее, ну, баночек, контейнеров, которые я тогда заказывала на Озоне. И ещё покупала в этом фикс-прайсе. В общем, кто-то из них. Ещё в одном месте покупала. Не помню где. Как-то случайно увидела. Потом забыла, а потом нашла случайно. Вот. В общем, вот такое вот. Для этого у меня на бумажке там и написано. Вот здесь я отлила в баночку из-под... Точнее, это баночка именно с Сазона. Вот это вот. Дэй, чего-то там. Вот этого я налила сюда и подписала. Это от Влада, которому то 17 лет, то 58, то хрен знает сколько. Тот, который в стримах часто бывает, и вообще хороший мужик. Короче, вот тут у меня будет алоэка. Ну, мало ли там это увлажнится, ещё что. Она хорошо, когда вот тебя укусит какой-нибудь комар и чешется потом. Вот здесь у меня тоже это контейнер, баночка или как-то так. Тоже Сазона. Вот тоже это Дэ чего-то там. Дэвал. Вот это вот масло Саванри. Я тут сюда чутка отлила. Как бы крем для рук, то я тоже вам покажу. Но иногда вот, ну, увлажнить ногти. Очень хорошо, кстати, для ногтей. Инезапно я за себя открыла. Учитывая, что у меня с переездом очень долго всё это так воспринимала стресс в эту ситуацию. И я даже тут, прикиньте, скучать по хате старой стала. Как-то так. В общем, вот у меня тут масло с прейчиком. Где-то у меня тут был малюсенький. А вот я его заставила. Половинка воска для ногтей. Вообще, я из коробочки в люк поняла, что оно вынимается. Но вот этот бракованный был, он с трещинкой. Я его потом переплавлю на другой воск для ногтей. Вот у меня тут половинка воска для ногтей. А ещё у меня тут есть вот аж 5 штучек. Реклама имени себя. Я вроде видос-то не писала на эту тему. А тот видос, который в той ещё квартире даже вообще не домонтировала. Вот могу кому-нибудь его продать. Или, если меня сильно упросить, подарить. Вот для ногтей зафигачить его вот в эту вот пищевую плёночку. И можно вообще его просто на ноготочки махать. Ну, вообще, такой, в принципе, могу даже и в коробочке сделать. Вот коробочка. Вот в такой вот баночке. Такие вот баночки. Вот оно из неё выпало. Точнее, я так это решила посмотреть, достанется или нет. И оно досталось. Главное, сейчас не убрать, не туда. У меня тут даже дезиками не меня. Но я буду с собой брать. В следующий раз делаю чуть поменьше. Может быть, от этого половинку отрежу. Потому что большой больно. Сейчас я им сама пользуюсь. Тут у меня крем для рук совершенно новый. И фраше лимитка. Лимитирована коллекция крем для рук. Зимние ягоды. И освещение спелых красных ягод с ароматом. Бла-бла-бла. Сделана в России под контролем Франции. Это мне ещё подписчица Илька Дарила, которая вообще зрительница. И ко мне приезжала первая верующая в лёльку, приезжавшая к лёльке. Зрительница Ютуба. С Ютубом. В общем, это вот как раз с её этого подарка ещё крем. А это я буквально на днях купила в магнит косметик. Вообще туда пошла за чем-то конкретно путным. Но так походила и поняла, что это настолько бесполезный магазин этот магнит косметик. Вот чисто там вот это вот. Ну, тем, кто хочет купить какие-нибудь шикарные дорогие духи, вам туда в этот магнит косметик. А вот если вам что-то надо полезное, если там написано ещё при этом, для дома нихера там нету, нифига вообще. Я даже вырезать это не буду. Ну, я так сказала, что оно как-то смазалось так, что особо ругаться можете, не ругаться. Хотя, если поругаться хотите, то прыгайте в комментах, у вас лето. Особенно, если вы несчастны. Вам самое то, высказать правду о лёле в комментах. Так, это у нас гармония в боди, гармония для тела, крем для ног, питательный, рис и массаж. Я его как-то уже покупала, только покупала в чёрном коте. Гармония тела и природы, 75 миллилитров, он даже ещё не вскрытый. Я тупо как-то, ну, может быть, я загоняюсь, я там ничего не нашла себе, и поэтому попёрлась. Я думала, кассе попросит, говорит, что я ничего у вас не купила, там, да, ничего не взяла. Конечно, так можно, но я что-то загонялась, и я увидела этот, я что-то решила посмотреть крем на ногу, потом увидела этот крем, думаю, всё равно в деревню надо будет что-то брать. И ещё тогда масло купила, лавандовое, 5 миллилитров, оно мне где-то, руки не хватит, не достану. Поэтому я сейчас не масло же обозреваю, а то, что у меня тут в коробочке, в этой косметичке. В общем, вот этот вот весь склад я беру в деревню. Когда я туда поеду на так, хотя бы, на какую-нибудь хотя бы ночь, я хз пока. Ибо вот погода, то всё, и вообще лето как-то нахлынуло, а не неожиданно для меня. Тут у меня потом будет, может быть, полная упаковка, может быть, нет, вот такие вот ватные листки. И, наверное, Финителя комедия, вроде ничего такого не забыла. Ну, если что забыла, то потом довезу. Вообще, надо же, оно мне мешается, эта косметичка, я боялась, что не влезет, придётся мне отобрать большую хрошевскую косметичку. И раньше в подарок цветочному диску она шла. В общем, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы увидели что-то для себя интересное и новое. Может быть, даже решили у меня заказать вот для ногтей бальзам для губ или дезик восковый. Всем пока!